Благоустроенную набережную скоро получит и Конакова. В прошлом году этот муниципалитет вошел в число победителей всероссийского конкурса «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Сейчас работы подходят к концу. В субботу их качество оценила представительная комиссия во главе с губернатором Игорем Руденей. Конаковская набережная реки Волги – одно из трех главных общественных пространств для проведения мероприятий и праздников. Ключевая задача проста – максимально сохранить природный ландшафт, сделав при этом территорию функциональной и привлекательной для местных жителей и гостей города. Программа благоустройства общественных пространств, которая была инициирована нашими гражданами по предложению президента. Это тоже является частью нашей народной программы. Мы можем отметить, что очень высокий интерес и очень высокий запрос, потому что все это является воплощением пожеланий наших граждан, жителей Тверской области. С тем, что конаковцы давно ждали появления такого объекта, полностью согласна Марина Чистова. Она говорит, что до сей поры в городе вообще можно было культурно провести время, разве что в центре. Можно будет выйти с детьми прогуляться и самим прогуляться. Можно будет спортом позаниматься, где-то там побегать, на велосипеде покататься. То есть нам очень нравится. А вообще до этого в городе была хоть одна такая благоустроенная набережная? Набережной нет. Не было набережной, был не очень хороший пляж, благоустроенный. И все, больше ничего не было. Проектом предусмотрено создание семейной, парковой, спортивной и сценической зон. Обустраиваются пешеходные и велодорожки. В ближайшее время будет установлено 100 малых архитектурных форм. Парковых скамеек, урн и так далее. Кроме того, оборудуют освещение и видеонаблюдение. В настоящее время готовность объекта составляет 80%. Тем не менее, люди приходят отдохнуть сюда уже сейчас. Жители города приходят сюда с семьями, проводят здесь время, организуют пикники. Мне кажется, вот эта среда, которая формирует атмосферу комфорта, дружелюбия, здесь точно будут собираться и семьи, и наши подростки, и молодежь, и заниматься спортом, вместе общаться. Такие объекты являются отличным подтверждением того, что руководство Верхней Волжи нацелено на реальные дела в интересах своих земляков, отметил советник президента страны Владимир Васильев. Это очень наглядно. Наглядно, что это делается для неопределённого круга людей, для конкретного человека, для тех, кто живёт, для тех, кто в гостях здесь. В 2020 году Верхняя Волжи стала одним из регионов-лидеров по числу проектов победителей Всероссийского конкурса «Создание комфортной городской среды». Работы ведутся в Конакове, Бежеске, Калязне, Осташкове, Нелидове и Торопце. В нынешнем году победителями призваны ещё пять муниципалитетов в Тверской области. Кашин, Кимры, Удомля, Вышневолочок и Ржев. Продолжение следует...